Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите вопросительную ухо-горло-носию. С вами Владимир Зайцев. Сегодня мы говорим об эффективном промывании околоносовых пазух. Некоторые пациенты говорят, доктор, научите меня, как мне правильно самому промывать пазухи носа. А некоторые говорят, а я все-таки хочу приходить в клинику, чтобы мне эффективно промывал пазухи доктор. Ну, я сразу должен сказать, что лучше, чем доктор, промыть, конечно, самостоятельно не удастся. Но, тем не менее, чтобы уж сразу не бежать в клинику, самостоятельно вы можете использовать растворы на основе морской соли. Это раствор, так называемый, долфин. И второй раствор – это металлические флаконы или пластиковые, это физиомер, это аквалор, это акваморис и раствор солин. Но есть все-таки опасность при самостоятельном использовании этих растворов. Можно слишком сильно, нажимая на флакон, создавая слишком сильный напор и давление, раствор может попадать в так называемую слуховую трубу. Раствор попадает сначала в полость носа, затем он уходит в носоглотку и после этого попадает уже в слуховую трубу и вызывает там воспаление, отек и воспаление. И ухо закладывает, ухо воспаляется и начинает болеть. Это особенно актуально у детей и подростков, поскольку у маленьких детей слуховая труба короткая и широкая, и вероятность попадания жидкости крайне высока. Доктора об этом знают, а подростки и родители не всегда об этом знают. Именно поэтому вы можете попробовать промывать полость носа, носоглотку и околоносовые пазухи самостоятельно. И если вы чувствуете, что промывание вам не идет, то, конечно, лучше обратиться в клинику. Также при искривленной перегородке носа, при увеличении нижних носовых раковин, при наличии полипов в полости носа самостоятельное промывание будет крайне затруднено. Да что там говорить, и доктору в клинике тоже будет трудно промывать пазухи носа. Но, тем не менее, лечиться нужно, из состояния воспаления выходить нужно, и, конечно, идеальным вариантом будет обратиться в клинику. А в клинике доктор должен качественно сократить слизистую оболочку полости носа, сократить слизистую в зоне соустии, а соустии – это специальные маленькие дырочки, которые соединяют пазуху носа и полость носа. Обязательно нужно кресло перевести в горизонтальное положение, чтобы пациент лежал. И последнее условие, чтобы раствор, которым мы промываем, был теплым, а само устройство имело хорошее давление и хороший набор. Вот при хорошем давлении промывание будет происходить быстро, эффективно и с максимальной пользой для пациента. Дорогие друзья, в свет вышла моя новая книга по лечению заболевания уху-горла-носа у детей. Пожалуйста, приобретайте мою новую книгу. Сегодня мы говорили о том, как правильно промывать околоносовые пазухи. С вами был Владимир Зайцев. Если вам понравился наш ролик, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться на наш канал. Не забывайте звонить в специальный колокольчик. Субтитры создавал DimaTorzok